Основная идея – вернуться в футбольную сказку, которую посетила у нас год назад Томух, при помощи вот этой фото-выставки. Такого события еще не будет лет сто, говорит фотограф Юрий Стрелец. Он смотрел каждый чемпионат мира по футболу с 1966 года. Тогда Юрий и мечтать не мог о том, что мировое футбольное первенство пройдет в России, и тем более в Самаре. Даже год спустя ему сложно поверить, что удалось поработать на 13 играх. По словам Юрия Стрельца, сборная России удивила и озадачила всех. Ну а уже знаменитая нога Акинфеева, которой он отбил решающий пенальти, ставшая мемом – это и вовсе что-то из разряда фантастики. Стрелец шутит. В отличие от Роналда и Месси, он побывал в четвертьфинале чемпионата и смог это запечатлеть в своих работах. Каждая фотография на выставке – это отдельная история и ярчайшее впечатление. Да, это Бразилия и Бельгия. Матч в Казани. Да, тоже очень крутая игра. Но бельгийская команда вообще потенциально думали, что они, наверное, будут чемпионами. Ну то есть французы и бельгийцы очень выделялись. Радость побед и горечь поражений. На фотовыставке снова можно вспомнить весь спектр эмоций, царивших на Мундиале. Не только у болельщиков, но и у футболистов во время игр. На этой, например, звездный игрок из Уругвая удивлен то ли приближающемуся мячу, то ли ноге соперника. Чувство переполняет всех пришедших на выставку. Они словно снова оказались на чемпионате мира 2018. Только вошел, сразу нахлынул. Ощущаешь себя как раз частичкой вот того праздника, того триумфа, который состоялся у нас в стране. Погрузиться в волшебную атмосферу Мундиаля 2018 сможет любой желающий. Фотовыставка «Год спустя» будет открыта еще две недели во дворе Музея Модерна. Александр Шугаев, Никита Борисов, Николай Сидоров. События.